МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Путин пообещал дать суровый ответ за Курск. Нанесены массированные удары по инфраструктуре Украины. Но пока кризис далек от разрешения. Гости нашей программы. Сивков Константин Валентинович, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, добрый день. Матвичук Анатолий Андреевич, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, добрый день. Дандыкин Василий Алексеевич, военный эксперт, капитан первого ранга. Василий Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. И с нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, а янный воззреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Итак, Анатолий Андреевич, с вас. Начнем с вашего позволения. Массированный удар по инфраструктуре Украины был все-таки нанесен в понедельник. Довольно эффектные были кадры в интернете. Может быть, один из самых мощных сначала специальной военной операции. Пишут, что электроподстанции поражены, газокомпрессорные станции, места хранения авиационных средств, логистика нарушилась. Потом через день удары по аэродромам нанесли. Как вы оцениваете, что это было и какова эффективность российских действий? Дмитрий, вы заметили, как западные СМИ, блогерская сфера, украинские СМИ подали этот случай. Путин отомстил. То есть, это не боевые действия, это мщение какое-то. Ну, а вообще, с точки зрения военной науки, это систематически боевые... Наконец-то мы пришли к систематическим боевым действиям. Мы, правда, градуировали систему важности критических объектов, по которым наносим удары. Самое главное, меня очень поразила система построения удара. Была очень интересная. Система настолько была грамотна, что чувствуется, что этот план уже в голове был. Его просто позволили реализовать. И пошли второстепенные силы, герани и тому подобное. Да, они нанесли какой ущерб, но ПВО Украины начало их отражать. То есть, они, во-первых, включились полностью на режим опознавания целей. Включили режим подавления этих целей. То есть, и РЭП, и ПВО, и радиотехнические силы все включились. После них пошли крылатые ракеты. Крылатые ракеты вышли уже на те цели, которые определили себя. Это ПВО и тому подобное. И последним эшелоном пошел ударным. Это ракеты, которые пошли на поражение. Это воздушное базирование, наземное базирование. Крылатые ракеты, кинжалы, калибры. И они уничтожили всю инфраструктуру. Теперь смотрите, о чем мы говорим. Если мы раньше говорили, там подстанцию убили, там что-то тому подобное. Мы нанесли урон энергогенерирующим системам. Не объектам, а системам. Все системы энергогенерирующие перестали работать. У них два таких, в общем-то, энергоресурса. Это атомные электростанции, которые мы не бьем. Но мы их перегрузили и отключили. И каскад гидроэлектростанций, и теплоэлектростанций. В том числе и Киевская ГЭС. Что такое Киевская ГЭС? Если, не дай бог, ракета бы налево, вправо вошла в эту дамбу. Мы не говорили бы с чего-нибудь о Киеве. А мы говорили бы об новом озере. Владимир с Крестом. Да, Владимир с Крестом единственный, кто бы остался. То есть говорится, что это очень продуманная система. И дай бог, Господи, чтобы нашему командованию все-таки позволили эти систематические действия проводить, как это требует военная наука, системно психически. Да, чтобы продолжение последовало. Ну, а вот так, если вкратце. А какого эффекта мы ожидаем от этих действий? Действительно, отразовый акцент выглядело хорошо. Сегодня есть эффект. Во-первых, идет сбой железнодорожных перевозок. Это значит, боеприпасы и техника идет не по графику, как это вышивалось. Это помогает нашим ребятам на ЦИИ, на Донецком фронте и под Курском. Следующий вопрос. А как завопил Зеленский? Зеленский запросил уже организацию объединенных наций, чтобы они сели и начали обсуждать. Потому что вот Россия бьет, непонятно. Я же не ожидал этого, она бьет. А мы-то так не договаривались. И последнее. Я полагаю, что это как раз сигнал не только Зеленского. Потому что война, особенно под Курском, это не Зеленский, это не ВСУ. Это НАТО. Это Соединенные Штаты Америки. Они обкатывают определенную программу подготовки своих войск и своего командного состава, своих систем управления. Мы им показали, ребята, что может быть. Ведь Украина – это зеркальное отражение. Польши, если хотите, стран Балтии. А если хотите, и Центральной, и Западной Европы. У вас тоже там есть такие же мощности. Виктор Николаевич, президент Путин обещал дать суровый ответ за Курск. Но, правда, это озвучено было не со слов самого президента, а со слов посла России в США Анатолия Антонова. Ну, я думаю, он официальное лицо знает, что говорит. Вот на ваш взгляд, этот ответ сейчас уже дан или он только еще планируется? Отвечаю без дипломатической казуистики. Никакого ответа нет. Пока нет. Но то, что сказал Антонов, это он выразил то, что думает Путин, что думает народ, и то, что мы с вами тоже думаем. Здесь было правильно сказано. Это, по сути, была рутинная операция, скажем так. Внушительная, сильная, масштабная. Тем более, действительно, 95% наших ударов были нанесены по энергетической системе Украины, по сути, по кровеносной системе всей украинской промышленности. И я думаю, что настоящий ответ, он только готовится. Мы видим, что подтягиваются войска, подтягивается боевая техника. Идут структурные перемены какие-то в организационно-штатных представительствах. Ну, вы знаете, три группировки созданы. Определены люди, которые будут управлять и военным, и социальным, скажем, гражданским сектором. Это Дюмин, ему такие правы даны. Определенно, Юнусбек, Ивкуров тоже, он за военную часть этой грядущей, похоже, операции отвечает. А пока идет подготовка. Ну, естественно, мы же можем с вами задаться вопросами, а что там вообще в головах генералов? Ну, хочется же понять, да? Если замышляется ли фронтовая операция, какая ее цель, идет ли подготовка к окружению украинской группировки на территории Курской области. Ну, а отвечаю так. По-моему, настоящий ответ будет тогда, когда мы узнаем о разгроме вооруженных сил Украины для начала, хотя бы в Курской области. Или хотя бы ошмет к этой группировке Драполя куда-нибудь поближе к Харькову. Но тогда мы можем вам с чистой совестью скажем, что вот проблема на Курском фронте решена. А пока есть только слова, пока есть только подготовка. Константин Владимирович, в прошлых программах мы неоднократно говорили, что Россия избегает какой-то эскалации военных действий, чтобы НАТО не увлеклось в конфликт. Ну, в общем, есть свои разумные резоны этому. Но вот сейчас конфликт перешел в новое качество. Все СМИ, в том числе мировые, пишут, что эскалация произошла. Вот это вторжение в Курской области, оно каким-то образом изменит нашу тактику? И как надо на такие инциденты отвечать, на такие операции, я бы сказал? У меня лично складывается убеждение, что стратегия нашей войны, боевых действий против Украины в специальной военной операции, что специальная военная операция, лист часть гибридной войны России, в данном случае конкретно против Украины, а не против Запада. И смысл этой войны о России против Украины направлено на то, чтобы провести деноцификацию и денационализацию и демилитаризацию сейчас. Вот то, что вы упоминали, вот эти удары, это что? Это демилитаризация, извините меня. А то, что сейчас выбивается в первую очередь наиболее активная часть нацифицированного украинского населения, это и есть деноцификация. Ну не стенки же их ставить, когда закончится война, и расстреливать из пулеметов. И не кормить же их. Нет, конечно, в боевых действиях деноцификация она идет. И, конечно, завершение войны с Украиной, нет, завершение специальной военной операции, в виде социального взрыва на Украине, с приходом к власти альтернативных сил, которые в силу своей альтернативности не могут ориентироваться на Запад, они будут ориентироваться на Россию, это идеальный для России способ победы. Когда не разгром ВСУ, а разворот ВСУ против нацистов, причем руками ВСУшников уничтожение этих нацистов, у нас все чисто. Вот, это и есть победа. И если рассматривать развитие ситуации в Курске, с этих позиций, то тогда логика можно объяснить. То есть, я подчеркиваю еще раз, это мои предположения. Тогда можно объяснить логику действий. Что мы только вытесняем, мы не окружаем. Хотя, еще раз повторяю, если что меня поправит. С военно-стратегической точки зрения, решить задачу на окружении этой группировки проблем не составляет. Абсолютно нет. Фланги голые, абсолютно. И тыловая зона пустая. И тыловая зона пустая. То есть, все. И они поперли туда, я не знаю, вполне возможно для того, чтобы сказали, вот, ребят, ну берите нас в окружение. Поэтому, исходя из того, что будет дальше, да, не зря сказал Аптио Лаудинов, что еще 2-3 месяца мы будем, так сказать, в этом районе вести боевые действия, вытеснять их туда-сюда. Вот. Он владеет информацией, видимо. Вот. И владеет о планах этого дела. И это понятно. Что будет 2-3 месяца? 2-3 месяца, это победа, это выборы в США. Это развитие кризиса американского доострой фазы. Безусловно, 100% вне зависимости от того, кто там победит. Ну, представьте гипотетически. Падают Штаты. За этим Зеленскому ничего не остается, ко мне собирать манатки и пытаться сбежать, если ему позволят. Естественно. Вот. На этом фоне переходит новая власть. Новая власть принимает Украину раздолбанную, разгромленную. Штаты уже, если непонятно какие, Европа висит в воздухе, потому что у нее там ничего нет. Для иллюстрации. Мощный Бундесвейер имеет 136 танков боеспособных. Весь. Вся украинская армия свыше 1300. То есть, как вывод... Вывод очень простой. Я думаю, что логика развития действий наших войск в Курской области диктуется не оперативной ситуацией на фронте, которую мы можем спокойно окружить и решить задачу, а диктуется в первую очередь логика развития гибридного противоборства с Западом и гибридного противоборства с Украиной. С Украиной ведется СВО, СВО, специальная военная операция. Лишь часть гибридной, теперь я могу сказать, войны России и Украины. Без сомнения. Василий Алексеевич, ну, как я понимаю, вот это вот падение на Курскую область с военной точки зрения вообще совершенно бессмысленный акт, но с точки зрения шума в средствах массовой информации мировых, он как будто имел эффект, и поэтому враг пытается расширить свое присутствие. Вот там пишут, что Белгородская область пытается, они каким-то образом прорваться, и вообще там напряжение чувствуется. Какая оперативная обстановка, и что нам делать в этой ситуации, чтобы, опять же, наши люди не пострадали? Ну, мы можем как угодно рассуждать о больших планах. Это старая русская территория, Курщина. Брянщина моя родная, соответственно, это Белгородщина. И, конечно, мы видим десятки тысяч людей, которые отселяются, теряют все по большому счету. И то, те компенсации, которые идут, это, да. И, конечно, это достаточно много людей, и ситуация непростая, и мы обязаны о них думать. Мы обязаны защищать наши территории, и новые, особенно старые, враг в творчестве через те границы, которые признаны всеми, в том числе Соединенные Штаты Америки. И это уже другая ситуация и другая тема. И мы имеем полное право, исходя из того, что случилось, не ограничивать себя в средствах поражения. Но я не думаю, что это речь идет о самом уже последнем, так называемой ядренке. Но все, что есть, вот сейчас мы показали. Это, в принципе, где-то элемент наступательной такой операции, которую проводили. Проводили, кстати, и два дня, и третий день, и так далее. Уточняется, что не поражено, будет добиваться. Ну, мы знаем уже, что уже три года говорят, что у русских платы из холодильника в ракетах, ничего у них нету. Это Украина уже в лице водолях. Холодильник еще много. Говорят, холодильники, да. И унитазы у них. Они сейчас унитазы, скопище мародеров пришло натуральных. Даже не махнувцев. Хуже. Двери из домов. Все, что есть, вычищается, все уносится. Вот показатель того, что пришло. Показатель того, с кем мы боремся. А как они мирное население расстреливают? Мирное население так. Но дело в том, что зашевелились отребья за границей, так называемые, наши, я их не назову. Ну, это вот вылез Каспаров опять, вылез Пономарев, которые там, у них уже и флаг свой нарисованный, мы знаем, бело-сине-белый. И он уже говорит, типа, место гаулятера на Курщине, дайте мне. Мы знаем, я хорошо знаю. Кстати, Пономарев еще внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности. Абсолютно. Это да, один из главнейших мерзавцев, террористов. Поэтому затягивать с тем, что происходит сейчас на Курщине, исходя из каких-то соображений, может быть, даже самых гениальных, я думаю, что надо их положить там. Тем более, что там пришли, правильно сказал коллеги, говорят, самые упертые, самые отъявленные, они их собирали по всему миру, включая международное отребье, не только заинтересованное материальным, но они нацики. Они изначально определяются как неонацисты, последовали Гитлер и так далее. Все, что там собралось, мы окажем большую услугу мировому человечеству, когда их там уничтожим и положим. А что вообще с территориальным ополчением? Столько разговоров вокруг этого, а дело как с мертвой точки не сдвигается. И вы видите в этом какой-то смысл военный? И если да, то как, в принципе, оно должно быть организовано? Вы знаете, о территориальной обороне разговоры идут где-то начиная, наверное, после войны, когда мы вернулись с победоносными маршами с Грузии, уже стоял вопрос о том, что на приграничных районах необходимо создавать территориальную оборону. Там много было писать, кстати, наш коллега когда-то писал тоже, военные, административные поселения, людей. Стал вопрос, вы знаете, я даже не понимаю, почему он стал, а как их вооружать? Да как вооружать? У нас еще со времен Великой Отечественной войны столько оружия. Конечно. Да господи, дайте именно ППШ, дайте именно дегтяревки и тому подобное. Это будет наша территориальная оборона. Были у нас казаки когда-то. У нас есть опыт, и просто это надо. Все просто не ожидали, я думаю, что это было какое-то политическое бой из вооруженного народа, который может в определенный момент, возможно, какие-то были, может быть, даже такие, а они вдруг на нас пойдут. Да не пойдут они на нас, если вы народная власть, а мы народ, которым вы руководите, мы не пойдем на вас, если мы увидим, что вы забудете о наших... А не власть народная. Да, вы за... Ну, а здесь получилось так, Курск вошли, а потом еще был указ президента, уже были созданы после первых попыток прорыва до Белгородчего, была команда. Доложили, знаете, как у нас, вы перестроились? Да, мы уже рапортом перестроились. Рапортом доложили о создании территориальных оборотов. А здесь вынули на Курск, территориальная оборона есть, а войск нету. Войска есть, у них резиновые палочки против этих самых. А где оружие? Оружия нет, ее не подвезли. А кто должны? А министерство обороны заявку не получало. А с кем я должен... Короче, никто этот вопрос не продумал. Ну, вот сегодня я хотел бы сказать, вот Василий сказал, ну, Брянщина, наверное, знаете, это действительно на территории воинской славы, это история партизатского движения, наверное, это еще осталось. Они уже сформировали около 6 тысяч, это они его называют сегодня полк, хотя это уже бригада была. Они их вооружили уже, там есть инструктора администерства обороны, там есть уже наземные средства ПВО, я не знаю, какие они, но они есть. Там есть система против дроновой защиты, есть система, то есть пограничники, которые сидят, проверяют паспорта и тому подобное. Мы же ликвидировали погранвойска когда-то, госстудия, сейчас служба, они чисто администраторы, но это уже боевая единица, которая может выполнять функции защиты данного участка. Виктор Николаевич, вот о информационной войне, об информационной войне. Окупанты, они прямо вот в духе геббельсовской пропаганды, ну, прямо вот один в один снимают ролики, как они там местное население обхаживают, заставляют кого-то из местного населения какие-то там речи произносить под камеру, привозят иностранных корреспондентов, на которых, к счастью, наш Следственный комитет возбуждает уголовные дела. И это правильно, все, кто с ними зашел, должны обязательно понести ответственность. Но информация, тем не менее, по мировым СМИ расходится. Как вы к этому относитесь, какой должен быть наш информационный ответ? Я отвечу на ваш вопрос, позвольте, декоративное замечание по одному тезису, который здесь прозвучал. Здесь прозвучало, что это вторжение украинской армии в Курскую область имеет бессмысленно. Я категорически с этим не согласен. Ну, хотя бы потому, что Сырский уже обнажил одну из целей этого вторжения. Он прямо сказал, мы рассчитывали на то, что у россиян хорошо идут дела на Харьковском фронте, на Донецком фронте. Уже появляется в обществе уныние, есть претензии с Запада. И, ну, мы рассчитывали на то, что вторгая в Курскую область, Россия снимет войска со своих успешных направлений. Это понятно. Еще один представитель Курской администрации Зеленского сказал, что нам нужно было вторжение ради того, чтобы получить хорошие карты, сильные козыри при грядущих переговорах. Это было сказано, это вам не баранец сказал. Да, это открыто. Таким образом, мы видим, что определенный смысл в этом был. И теперь, отвечая на ваш вопрос, то, что вы сказали, это, конечно, украинская пропаганда. Я тоже категорически согласен, что это хорошо известное, причем не только гибблевские приемы. Так же ведь делали и американцы. Вы же помните, и в Афгане, и в Ираке, и в Сирии изображаются солдати, которые кормят галеткой, бедную девочку сирийскую. Вы знаете, да, солдаты на горбу американские несут в аул или куда там воду и так далее. Это все, понятно, такие гитлеровско-американские приемы. Вы знаете, я не исключаю, я не исключаю, что когда мы погоним украинских террористов с Курской земли, на украинском телевидении будут показаны рыдающие жители русских освобожденных сел, потому что они будут плакать, что вот ушли. Мы эти приемы, мы тоже знаем. Это такая буча на выворот, может быть, от врага все можно ждать. Ну и, конечно, конечно, я не исключаю, что будут и убитые в тех же селах, которых, кстати, очень много, вы знаете, заложников, да? Вы же спрашивали, помните, говорили, куда пропали две тысячи людей? Пропали из черепа. Да нет, их же взяли в качестве заложников. Это типичный украинский прием. Прятаться за спиной стариков, женщин и детей. И вот, когда мы начнем боевую работу, и, возможно, появится жертва, я не исключаю, что будет, потому что они боятся, это опять будет рекламироваться, что это кровавое дело русских, как они говорят. Константин Клинович, вот достаточно нерядовое событие. Недавно замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова, которое должно было произойти 28 июля на параде ВМФ в Санкт-Петербурге. И якобы американцы отговорили Зеленского от этой затеи, после того, как наш министр обороны Белоусов пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Что вы об этом думаете? И почему действительно мы не наносим удары по Зеленскому и хотя бы по его окружению, по центрам принятия решений? Вот даже и сейчас последние наши атаки, вот как раз по центрам принятия решения не были нанесены удары. Значит, я твердо уверен, что если такое и было, вот, что американцы, так сказать, запретили, не отговорили, там слово другое, запретили в приказном порядке осуществлять теракты против наших руководителей, вот, то это стало следствием того, что наш министр обороны просто Ллойд Остин объяснил, что если будет предпринята подобная попытка, то ответный удар по украинским вождям и по американским советникам, ну, не советникам на Украине, а в других местах тоже, не замедлит себя, не замедлит себя проявить. Почему нам не носят удары? Логика гибридной войны. А зачем нам нужны мученики? Нам мученики не нужны. Зеленского должны повесить украинцы, а не российская ракета. Вот по бою Мусаллини-Итальянскому. Да, 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 я тоже про Мусаллини вспомнил. Свои же повесили. Вот, российская ракета бьет, но не по фигуре Зеленского, а по Буданову, по штабу Залужного. Почему они держатся за полностью себя дискредитировавшегося Зеленского? Он себя полностью дискредитировал. Даже не только на Украине, но и в западных элитах. Почему? А кого менять? Он замаран с ног до головы. Весь в крови. Он дурак. Вот, он наркоман. Вот. Идеальная фигура, чтобы возглавлять Украину под руководством Украины. А придет какой он думный, ведь он же перешибает, так сказать, армию, озлобленную украинскую армию, развернет против нациков, и потом украинская армия войдет под своими знаменами, сменив уже знамена. В состав российской армии. Как румынская армия. Да. Поэтому зачем? У них действительно тяжелая ситуация. А отсюда и вывод. А зачем по ним бить? Ну, Василий Алексеевич, вот немножко о другом. Как добиться военного превосходства? И тут военные эксперты говорят, что важнейшие факты – численные преимущества, превосходство в воздухе, господство в эфире, в смысле, в широком смысле слова, включая там средства радиоэлектронной борьбы. Я сейчас вот процитирую Михаила Ходоренко, полковник Михаила Ходоренко, он написал эту статью. Вот посмотрите, без этого, без средств радиоэлектронной борьбы, проведение успешных общевойсковых операций корпусного и армейского уровня не представляется возможным. Взятие штурмом отдельных населенных пунктов – да, продвижение на несколько километров – да, но решения боевых и оперативных задач на глубину 150-200 километров с темпом ежесуточного продвижения 15-20 километров – нет. Что он имеет в виду? И насколько это соответствует реальной ситуации? – Ну вот реальная ситуация показывает, даже если брать вторжение врага Курской области, речь не идет о корпусных делах, об армейских. У них, ну скажем, бригада, анатовская структура. У нас смешанные сейчас есть дивизии, есть корпусы армии, бригады есть. Дело в том, что, несомненно, полковник Ходоренок, он грамотный человек, он закончил Академию Генштаба. Но есть еще более грамотные. Вот один из тоже очень грамотных людей сказал, ну давайте, для того, чтобы нам все это победить, давайте 2 миллиона мобилизуем. Один останется на пределах России, который один на фронт. Ну не Куликовская битва, но не Бородинское сражение. Сейчас, как мы видим, боевые действия так идут, что корпусами, как во время Великой Отечественной войны, танковыми там или как еще, дело не решается. Не особо развернешься. Да, сейчас тактика вот на наших глазах вот этой специальной военной операции, она появилась уже отдельное направление, она, конечно, не решающая. Дроны на Украине создали отдельный вид род войск. Мы тоже где-то сейчас подтягиваемся, и я думаю, с учетом того, что происходит где-то в этом году, к концу года, достигнем равенства, где-то может и превосходствуем по определенным направлениям. Все сейчас, исходить из того, что происходит, работает по-другому. Поэтому говорить, особенно педалирует на мобилизацию. Давайте, давайте, давайте. Мы знаем, что еще один из результатов того, что происходит в Курске, это значительный прирост тех, кто выступает на службу вооруженной силы. Причем не на 5, не на 10, а на многие другие проценты. Здесь, конечно, есть и материальные составляющие, мы это не отрицаем. А почему бы нет? Мотивация идет, почему бы нет? Потому что человек идет, он понимает, что он идет не на прогулку. Но это проходит, и это сказывается, это есть. Потому что, исходя из того, что я знаю, вот той же Брянской области, люди видят, что армия есть, армия готова, и у нас есть, что подтянуть и так далее. Это очевидно, и враг скоро это почувствует. Поэтому, вот когда рассказывают про средства радиационной борьбы, они тоже есть, и, в общем-то, эффективно у нас действовали и в Сирии, и так далее. Но сейчас настолько все совершенствуется. Сейчас нужна крыша для каждой отдельной машины, для каждого отдельного танка, для мотоциклиста. Вот интересно, современная война, вот эта, прямо на глазах меняется. Она меняется, она настолько... 2,5 года назад была другая, чем сейчас. Не только догонку бежать, а нужно идти впереди. Кое-чем мы идем впереди. Враг использует наши наработки, то же самое. Вон мангалы у них появились, то же самое. Да, на Абрамсах. Да, на Абрамсах, на всем остальном. Я в полной мере согласиться не могу, к сожалению, с коллегой, по той простой причине, что решение задач сосредоточения сил на главных направлениях этот принцип военной окне никто не отменял, и это ничего не меняет. Беспилотник это просто один из очередных видов средств воздушного нападения, наземного нападения и все остальное. И средства борьбы с ними тоже есть. Что касается средств борьбы, у нас, они все есть. Та же самая Алла-Бога. Было бы желание. Если та же самая Алла-Бога в радиусе нескольких километров, это снаряд, который уничтожает всю электронику, где бы она ни находилась. Просто она сгорает. Входные цепи. Есть такое, да. И какие там РЭП, какие там в этих условиях противотанковые комфты, там ничего не будет работать. Спокойно наступает, было бы желание, было бы воля политическая. Вот и все. То же самое касается сосредоточения средств радиоэлектронной борьбы. То же самое касается сосредоточения средств противовоздушной обороны. Перекрывается зонтиком и все. Вот о чем идет речь. Проблем нет. Нет политического решения. Анатолий Андреевич, вот про политическое решение. Я еще Ходоренко процитирую, раз уж мы взялись его статью цитировать. Именно США являются на сегодня единственной сверхдержавой в мире. В Белом доме по-прежнему достаточно действенных рычагов воздействия как на Киев, так и на Москву. Поскольку позиции Украины и России по возможному выходу из кризиса в настоящий момент непримиримы, какого-либо компромисса и взаимных уступок можно достичь только при посредствии Соединенных Штатов, а не Турции, Индии и даже Китая. Ну вот это такая вот версия. Трамп придет, порядок наведет. А если он не придет? А если он порядок не наведет? Вы знаете, стремление США оставить свое доминирующее положение в мире абсолютно присущно и Трампу, и Байдену. И вот эта там дама, какая-то Харрис, по-моему, она тоже ничего не меняет. Вы заметите, они начали, вот буквально прошла такой вброс информации, Байден, соус-секретно, 8-0, топ-секрет, про ядерную стратегию. Ну все журналисты знают. Минетмен 3, значит перемены слагаемых, все, шахты у нас никакие. То есть здесь идет полностью переработка. Да, идеологии из самих Соединенных Штатов Америки на позиции в мире. Они видят кризис. Свой кризис военный, политический и самое главное, финансово-экономический. Образовались абсолютно новые. А вот то, что они творят сегодня на Украине, вот мы начинали с самого начала, я их не стал развивать, это не цели, которые преследуют ВСУ. Это не цели, которые там преследуют Сырский и Зеленский. Это цели, поставленные Соединенные Штаты Америки, разрушение государственности Российской Федерации. И это один из элементов этого плана, разрушивания именно на этом самом плане. Это создание социального напряжения, это попробовать выхолосить нашу экономику, это разрушить нашу финансовую систему и тому подобное. И вот идея, которая не забрасывает о том, что ни Бог, ни царь, ни герой не может только Соединенные Штаты Америки, вот я придет там в Харрис, скажем, все, хватит, и они разбегутся, и на этом будет мир. Они все не скажут. Да, неправда. Мир наступит при определенных условиях. Первое. Или же внешние условия создадутся такие, что на Украине внутренние силы сами придут и заберут власть. Будут ли они про русские, про китайские, я не знаю, про американские, это покажет уже развитие ситуации, но войну закончат один случай. Второй случай, это полная победа нас на поле боя и капитуляция со всеми вытекающими последствиями судами, компенсацией, консенсией и все подобное. И последнее. Это на поле боя вооруженные силы Украины, как здесь говорил мой коллега, поднимут, я не знаю, там казачье, балиновое знамя, наш трикулор и воздеваются в состав российской армии и сметут, черной мать, и американцев, и британцев, и все. Вот только таким образом. Виктор Николаевич, ну вот мы на наших программах уже больше двух с половиной лет продолжали специальные военные операции, вот мы говорили раньше, вот готовится весеннее наступление, летнее наступление, зимнее наступление, сейчас как-то вот эта тема ушла, а с другой стороны, ну вроде бы наступление на Донбассе развивается, что вы вот об этом думаете? Ну уж вы все говорили про Ходоренко, дайте хотя бы минуту мне что-то сказать. Я, например, категорически не согласен с тремя позициям и Ходоренко, я читал его статью. Я думаю, что он слишком преувеличивает значение США в нынешней ситуации. Это, знаете, это позиция, которая на вторе нам попахивает, потому что уже совершенно другое время, уже не ельцинское время. Я бы тут мог сказать вам и по-украински, что двое в драку, а трое вы, ну, глубоко присущая мне культура не позволяет продолжить. Посол, понимаете. Что касается мобилизации, дорогие друзья. Скажите, Ходоренок может дать гарантию полностью, что натовские войска в полном штате не выторнутся на территорию Украины, когда она будет проигрывать? Никто, ни один идиот не может дать здесь 100% гарантии. Вот ключевые слова. Следовательно. Правильные слова. Следовательно. Следовательно. Мы должны держать этот вариант в запасе и вот этой категоричностью глупой. Мы не должны тут блефовать. При прет, проведем мобилизацию. Ну и последнее. Михаилу слишком как-то легковесно сказал, что вот можем развернуться, идти в наступление, освобождать Курскую землю. Я говорил недавно с командиром полка. Он мне говорит, Виктор Николаевич, вот мне задача взять населенный пункт, в котором 2000 засело боевиков и 150-300 заложников украинских. Вот мне скажут, к утру взять этот населенный пункт. Я начинаю обдумывать план операции. Передо мной широченное, 100-метровое, плотное минное поле. Его надо убрать? Или мне послать своих бойцов, чтобы их порвало там до кишок? Идем дальше. Они уже успели оборудовать опорные пункты. Доты, дзоты, там долговременные точки. Они уже не стесняются, прилюдно привозят плиты бетонные. Уважаемые. Зеленский запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там пашут. Так вот, скажите, пожалуйста, а я бы решил эту проблему по-хатыренковски, если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиаторам, говорю, ну подгоните мне, пожалуйста, три фаба, пятитонника. Чего я буду мучиться с этим селом? Да. Бросил и пошел дальше. Я звезду на грудь, позвонил Белоусову, сказал, все, Бородец, я взял. Я взял село, говорю, давайте золотую звездочку буду. Нет, так мы не пойдем. Перед нами труднейшая задача. Давайте успокоимся. Давайте, давайте, труднейшая задача. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Что бы мы сегодня с вами не говорили, но на фронте равновесия сил. Да. Залезем в официальные источники, которые называли наши генералы, наши политики и украинцы тоже. Они говорят, у нас сегодня на поле боя 660 тысяч. У россиян 700. Ну, примерно равновесие. Это очень важный фактор. Мы же, мы не будем говорить тут о качестве техники, профессиональности. По-людскому у нас есть вот такая суть, да. Ну что, у нас позиционная война преобладает на многих участках тысячокилометрового фронта. Позиционная война. Да, мы на Донецкой земле движемся потихоньку, да, одно село взяли. Мы такой, тактика медленного пережевания. Это есть, есть. И под Харьковом за три недели 18 пунктов освободили. И вот смотрите, хорошая весть из Донецкой земли. А вот здесь, а вот здесь, конечно, мы можем оказаться в достаточно сложной ситуации. Я не буду советовать, не имею права, ни капли советовать к генеральному штабу. И я с огромным любопытством думаю о том, какой будет формула вот того наступления, о котором вы говорите. Но мы не можем сидеть же два или три месяца. Кстати, уважая Алладинова, я, скажу, очень уважаю, но генерал Манер немножко погорячился. Может быть, не два, а три месяца. Может быть, больше. Потому что надо и силы подтянуть, и технику подтянуть, и так далее. Вы знаете, здесь освобождение Курской земли потребует от нас тонкости больше, нежели у хирурга, который лазерным скальпелем делает операцию. Потому что мы будем освобождать землю, на которой находятся наши люди. Константин Владимирович, мы уже эту тему начали обсуждать. После атаки на Курскую область количество желающих заключить контракт увеличилось, но, скажем так, не принципиально увеличилось. На ваш взгляд, есть ли необходимость в решении кадровой проблемы армии каким-то другим способом? Нам говорят, что контрактников достаточно. Это официально. С другой стороны, некоторые военные говорят, что надо и срочников привлекать, надо мобилизацию проводить. Вот вы считаете, какое сейчас положение? Стоит ли что-то менять? Если говорить о военных действиях в составе, в рамках СВО, то такой необходимости нет. Однако, мы должны четко понимать, что мы вошли в фазу, когда мы будем противостоять, должны противостоять внешнему врагу куда более масштабному и серьезному, введенному Западу. Это два. В-третьих, безусловно, Китай наш друг, союзник сегодня. Но мы имеем примеры того, как все быстро меняется. И то, что мир перешел в фазу жесткого противостояния, вооруженного противостояния, это тоже факт. Дело заключается в том, что система противоречий глобальных, которые сейчас сложились, намного по степени сложности, по степени глубины и силы превзошлись те противоречия, которые вызвали две предыдущих мировых войны. Поэтому передел силовой мир неизбежен, потому что любое новое построение глобального мира проходит через серию серьезных конфликтов. И отстаивать территориальную целостность нашей страны нам еще предстоит. Поэтому, безусловно, надо переходить на двухлетний срок службы срочников, раз. Безусловно, надо радикально увеличивать процент срочников в составе вооруженных сил не на фронте. я не к этому призываю. На боевом дежурстве. Страна большая. На этих самых в войсках, которые находятся, значит, несут повседневную боевую службу, на тех же кораблях флота, которые там все. Вот. Причина простая. Нам нужно иметь достаточно мощный, так называемый, военно-обученный резерв первой линии. Хочешь мира, готовься к войне. Для того, чтобы мы могли при необходимости увеличить боевую численность состава вооруженных сил Российской Федерации как минимум до нескольких миллионов человек в случае глобального столкновения с каким-нибудь из внешних противников. Да, это данность. И наш военно-обученный резерв должен составлять тоже где-то первой линии несколько миллионов человек. Это железно. Это первый. А второй момент, который нельзя забывать. Надо вспомнить еще раз недобрым словом Сердюковско-Макаровские реформы. Точнее так, Медведевско-Сердюковско-Макаровские реформы. Вот я бы так сказал. В ходе которых была уничтожена большая часть БХВТ, баз хранения военной техники. Дивизия второй линии, скажем так. Да, которые, по сути дела, представляли собой кадрированные дивизии, кадрированных соединений частей. Вот. Их надо восстанавливать. Их надо дооснащать вооружение, военные техники устаревшего типа. В этом ничего нет тривиального. Это нормально. Вот. Есть еще. Поэтому это вот это наоборот. И еще, я еще раз повторяю, в спешном порядке надо принимать на вооружение концепцию военно-производственных административно, военно-административных поселений по границам нашей страны как способ обеспечения территориальной ценности. Есть еще один очень важный момент. Люди, живущие в этих поселениях, будут формировать целые поколения, это целый слой будет социальный, ориентированных на защиту страны. Это не указательство. Не указательство. Это опора фундаментальность, которая будет работать в обе стороны. Она будет работать и против внешнего врага, но что самое главное, она будет работать против наиболее опасного, против внутреннего врага. Василий Васильевич, ну, заключительный вопрос. Действительно, вторжение в Курскую область, оно, в общем-то, изменило ход всех боевых действий, изменило и психологическую ситуацию. Ведь Курск, это для нас особый город. С Курской дугой, например, это связано, ну, с подводной лодкой Курск, но, наверное, все-таки с Курской дугой больше. Имеет особое значение. Вот понимают ли власти, что действительно ситуация изменилась и что народ ждет неких определенных решений? Судя по тому, что сейчас происходит в этих регионах решение по терроробороне, решение по КТО трех регионах, а это значит, что мы относимся к тем, кто пришел не просто как к военной силе, как к террористам, со всеми вытекающими отсюда последствиями, мы помним, о чем на Кавказе мочить с артирью. Почему там военное положение не вводится так к слову? Вот введено же оно в четырех наших регионах. Военное положение это немножко другая тема, скажем так. Мы же сказали, вот коллега говорил, у нас специальная военная операция. Там введено сейчас свечайное положение в Курской области и КТО. Обычно на Кавказе аул какой-то вводится, район. Это очень серьезно на самом деле. Исходить из этого, сейчас эти части терроробороны создаются. Опыт колоссальный накоплен. Надо только поднять. Как вот были проблемы у нас со снайперским движением во время первой кампании чеченской. подняли все, что было во время Великой Отечественной войны и вопрос этот закрыли. Сейчас это очевидно, мы видим, как это действует. Это история. Это история. История партизанского движения, которое вот на моей Брянщине идет, где... Она была, кстати, и на Сумщине, откуда идут сейчас на Курскую область. Там был Калпак легендарный, Сильневский, Федоров. Это самые массированные были украинские партизанские. Они скрывались у нас, приходили в наших отрядах. Так вот, партизанское движение. Это, в принципе, второй фронт был. И Сталин это в 42-м году сказал, что у нас фактически партизаны второй фронт. Он в тяжелое время вызвал их в Москву всех. Капака, там наших брянских командиров, которых было 25 тысяч человек, только было южных массивов брянских лесов. Какой из этого вывод? Так вот, я хочу сказать насчет партизанского движения, которое, в общем-то, сейчас не обращается к нему. Это, в принципе, та же терроборона, только в тылу врага. Так вот, у партизан в каждой деревне освобожденной зоне освобождались и жили по законам советского времени десятки, сотни населенных пунктов. В каждой деревне были отряды самообороны, которые были связаны с партизанской отрядом. И как только подходили немцы, они вооружены были там, ну, стрелковое оружие, пулемет и так далее. Сразу принимали первый бой, подходили из лесочасти и все это, и вот мы говорим там о Каминском, ну, зоны партизанские в Белоруссии и на Брянщине были. Надо этот опыт использовать, несомненно, сейчас, когда мы образуем, создавать линию эту, которая бы работала в ближнем тылу и помогала нашим бойцам, несомненно, решали вопрос на то, что отвлекается сейчас очень много воинских подразделений, Росгвардии и так далее. Остальные должны быть на фронте. Все правильно. И не будет такого, вот если сейчас мы, а мы сейчас это делаем очень быстро, не будет такого положения на Брянщине, как это случилось на Курщине. Дорогие друзья, подводя, как говорится, черту, я все-таки убежден, что в Курске большой элемент неожиданности был. Я думаю, власть изделила из этого серьезные выводы и ситуация в близлежащих областях, вот в той форме, в которой она была, не повторится. А с вами была программа «Точка зрения» и я, и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин